Доброго времени суток, дамы и господа! Предлагаю вам начать вместе со мной зарабатывать деньги с помощью робота RKT-8. Мне посоветовал это знакомый. Вот у него уже на балансе 140 RKT-8. Стоимость этого токена 4 доллара. Ну, соответственно, посчитайте, сколько это он заработал за 2 месяца. Я вам расскажу, как это сделать. И если вам понравится, то можете это делать вместе со мной. Итак, соответственно, что нужно сделать? Переходите по ссылочке, которая расположена снизу этого видео. И попадаете вот на такую страничку. Это все будет производиться в Телеграме. Поэтому, так как у нас Телеграм запрещен в России, и не только Телеграм, а многие другие сайты, вам будет необходимо воспользоваться VPN. Ну, все, наверное, знают, что это такое. Для тех, кто не знает, я рассказал это в обучающем видео. Также можете увидеть это под этим видео. Вот здесь вот есть ссылочки на обучающие видео. VPN, как скачать VPN. Также в Opera есть встроенный VPN в браузере Opera. То же самое можете увидеть вот здесь. И также можно установить расширение в Google Chrome, чтобы тоже VPN был рабочим. Ну, а также можете прогуглить и скачать любой VPN, чтобы открыть Телеграм. И, соответственно, чтобы можно было попасть на какие-то другие сайты. Он, в принципе, нам необходим. Итак, после того, как у вас уже есть VPN, вы легко пройдете по этой ссылочке и попадете вот сюда. Открываем этого робота. Вот он у нас робот РКТ-8. И приступаем к зарабатыванию этих токенов. Они уже торгуются на бирже. Сейчас я вам сразу покажу, потом перейдем к этому роботу. На платформе Waves торгуется вот здесь вот РКТ-USD, видите, да? На 4.33 РКТ-USD. То есть вы, соответственно, с Телеграма можете вывести сразу, вывести токены после того, как заработаете на эту платформу и продать их за доллары. То есть уже токен торгуется, ничего ждать не нужно. А эту платформу вы скачиваете сразу в кошелечек Waves. И, соответственно, там будет эта платформа. Как скачать, я тоже оставлю снизу ссылочку. Либо можете это сделать на официальном сайте CoinMarketCap. Перейти в валюту Waves, в криптовалюту. Она у нас на 22-м, по-моему, месте. Нажимаете вот сюда вот. И переходите на официальный сайт и скачиваете там это приложение. Вот веб-сайт. Переходим. Продукты. Нажимаем на продукты. Скачать клиент. Скачиваете клиент к себе. Там, соответственно, устанавливаете пароль. И у вас будет вот такая вот площадка для торговли этими токенами, для продажи их за USD. Ну и, соответственно, вывести потом к себе на карту куда-то или на какой-то кошелек, не представит труда. Итак, отвлеклись от темы, что нам нужно сделать. Давайте нажимаем на старт и будем с вами вместе разбираться. Токены будут начисляться за выполнение заданий. Задания это лайки, подписки на соцсети, посты, комментарии, просмотр видео и так далее. Также участие в вопросах. Вот здесь он объясняет. В принципе, вы сможете разобраться со всеми сами. Но я постараюсь как бы немножко вам рассказать. Заполнить профиль позже. Тут есть менюшка такая, ну как в принципе везде в Телеграме. Задания. Экипаж. Настройки. Кошелек. Так, задание успешно принято. Приступай к его выполнению. Инструкция к роботу. Сейчас перейти по ссылке. Посмотри видео до конца. Ну все, давайте переходим по ссылке. И смотрим видео. Друзья, всем привет. Я так понимаю, вы уже знакомы с нашим роботом RKT-8. Вот как раз здесь. Он позволяет вам майнить криптовалюту в социальных сетях. Путем просмотра видео. Как пользоваться. Ставя лайки, комментируя эти видеозаписи. В этом видео я хочу поподробнее разобраться с тем, как им пользоваться. Что для этого нужно. И поговорить о распространенных ошибках. Поехали. Итак, для начала нужно зарегистрироваться в роботе. Я этот шаг пропущу. Поскольку в нем нет ничего сложного, вам просто нужно ответить на несколько вопросов. А мы же начнем сразу же с выполнения заданий, собственно говоря, и основного функционала данного робота. Нажимаем на задания. Здесь мы видим четыре подпункта. Новые, выполненные, в работе, отказы. Новые – это у нас новые задания. В выполненные попадают те, что вы уже выполнили. В работе – это те задания, которые по каким-то причинам робот не проверил или проверка прошла неуспешно. Отказы – это те задания, от которых вы отказались. Давайте начнем с новых. Нажимаем все задания. Итак, вот мы видим у нас первое задание. То здесь у нас есть. Здесь показаны необходимые шаги, которые нужно выполнить. Здесь есть кнопка «Выполнить», нажав на которую мы приступим к выполнению задания. Также мы можем отказаться от этого задания. Либо посмотреть следующее. Давайте посмотрим ради интереса следующее. Так, давайте выберем какое-нибудь подлиннее. И попробуем его выполнить. Так, не это. Ну, можно вот это попробовать выполнить. Нажимаем «Выполнить». Вот сейчас он нам предлагает подключить свои социальные сети. Показывает необходимые социальные сети YouTube и ВКонтакте. Нажимаем «Подключить». YouTube. Нажимаем. Выбираем. Здесь он нам показывает необходимое разрешение. Разрешаем. Профиль YouTube успешно подключен. То же самое делаем и со ВКонтакте. Нажимаем. А, тут сразу все. Тут даже ничего не надо разрешить нажимать. Просто переходим по ссылке и все. Теперь возвращаемся назад. Кстати, вот здесь хочу обратить ваше внимание на то, что вот на эти ссылки не надо переходить и сразу же пытаться выполнить. Для начала нужно нажать на кнопку «Выполнить». Только после этого приступать к выполнению заданий. Нажимаем «Выполнить». У нас появляется первое задание. Здесь написано «Перейди по ссылке и посмотри видео до конца». Также здесь ниже можно увидеть, что некоторые действия он уже проверил и понял, что... Я подписан уже на YouTube-канал, на группу Telegram и на канал ВКонтакте. Все это он уже проверил и сообщил нам о том, что все это успешно выполнено. Так, теперь нам нужно посмотреть вот это видео. Нажимаем на видео. Нажимаем «Окей». Переходим и смотрим видео от начала до конца. Хочу обратить ваше внимание, ребят, что этим не стоит процессом пренебрегать. Не поленитесь просмотреть видео от самого начала и до конца, для того, чтобы система зачала вам выполнение. В противном случае придется смотреть повторно. Итак, вот мы практически уже посмотрели весь ролик. Осталась одна секунда. Все, как только просмотр видео закончился, закрываем сразу же вкладочку. Переходим назад и нажимаем на следующее действие. Так, в следующем действии нас уже просят перейти по ссылке и поставить лайк. Также открываем ссылку. Ставим лайк. Только смотрите, ребят, здесь очень важно поставить лайк и сразу же не торопиться закрывать вкладку, а чуть-чуть подождать хотя бы 5-10 секунд, чтобы YouTube понял, что мы действительно живые люди. Можете тут подергать страницу. Ну и все, я думаю, этого достаточно. Теперь нажимаем следующее действие. Перейдите по ссылке и оставьте комментарий. Нажимаем, переходим, пишем комментарий. Смотрите, у нас действует ограничение. Комментарии вроде класс, супер, здорово, абсолютно не катя. Пишите развернутый комментарий. В будущем мы будем это контролировать и одобрять те комментарии, которые несут под собой смысловую нагрузку. Так что привыкайте лучше делать это заранее. Написали комментарий. Оставляем. Комментарий у нас загрузился. Переходим назад. Нажимаем следующее действие. Здесь нас просят поставить лайк и комментарий в группе ВКонтакте. Переходим. Ставим лайк. Пишем комментарий. Давайте напишем спасибо за обзор. Так. Оставляем комментарий. Переходим назад. Нажимаем следующее. Все. Теперь здесь он говорит нам о том, что ожидайте проверки выполненных заданий. Все. Мы получили уведомление о том, что задание успешно выполнено. И нам начислены первые наши токены. На этом, собственно говоря, и закончено выполнение всех заданий. Абсолютно все они проходят идентично. Есть какие-то более длинные задания, какие-то более короткие. Но смысл у всех, в принципе, это один и тот же. Отследить правильность выполнения задания мы сможем на кнопке «Выполненные». Например, мы заходим «Выполненные все задания». И вот в какую крипту инвестирует топ-2. То задание, которое мы сейчас с вами выполняли, оно как раз у нас сюда и попало. Давайте рассмотрим следующий сценарий, когда, например, что-то мы не доделали. Сейчас мы нажмем «Все задания». Выберем так. Это у нас слишком длинное. Выберем какое-нибудь покороче. Вот, допустим, короткое задание. Сейчас он нам автоматически проведет проверку подписки на канал «Телеграм» и на группу ВКонтакте. А вот шаг второй. Поставить лайк и комментарий мы умышленно проигнорируем. И посмотрим, что у нас получится. Так, соглашаемся. Нажимаем «Выполнить». Вот он нам говорит о том, что «Впереди по ссылке подпишись на канал» и на группу. Он уже проверил, они выполнены. Нажимаем «Следующее действие». Вот нам сейчас нужно пройти и поставить лайк и комментарий. И мы возьмем, нажимаем «Следующее действие». И он сейчас будет проверять. Он проверяет, проверяет. Сейчас он не найдет наш лайк и комментарий, поэтому он нам ничего не скажет. Да, ну вот, видите, тут у нас, получается, нет никаких уведомлений о том, что задание выполнено и токены начислены. И как теперь нам решить вот эту проблему? То есть, получается, у нас задание не попало выполненное. Где их можно найти? Найти их можно вот в этом пункте в работе. То есть вы сюда заходите и вот здесь видно это действие, которое у нас подвисло, так скажем. Чтобы его выполнить, мы нажимаем кнопку, на ссылку точнее, переходим, ставим лайк, пишем комментарий. Поставлю просто какой-нибудь смайлик. Переходим назад, нажимаем «Следующее действие». Сейчас он проверяет. Все, проверка завершилась. Робот увидел о том, что есть наш лайк и комментарий, написал нам поздравления и выдал нам токены. Следующий пункт «Отказы». Давайте тоже специально сейчас от чего-нибудь откажемся. Давайте зайдем опять в «Новые», «Все задания». Какой-нибудь покороче выберем сейчас задание. Вот это отлично подойдет. И, например, ставим «Отказаться». Все. Теперь оно у нас в «Новых» больше отображаться не будет. А найти это задание мы теперь сможем в пункте «Отказы». Заходим в «Отказы», «Все задания». Вот оно, это задание. Можно проигнорировать его просто. Чуть позже, когда у него пройдет срок, будет возможность его отсюда удалить. Либо же выполнить. Давайте выполним. Все. Вот нам дается первое действие. Это подписаться на канал. Но мы подписаны. Он нам уже выдал о том, что прошла проверка. Мы действительно подписаны. Так. Теперь нам нужно также пойти по ссылке, поставить лайк, комментарий. Ставим лайк. Пишем. Это интервью я смотрел. Все. Написали комментарий. Возвращаемся назад. Следующее действие. Ожидаем выполнения действий. Все успешно выполнено. Сейчас пройдет уведомление о начислении токенов. А вот, собственно, и все. На самом деле нет ничего сложного. С заданиями мы с вами разобрались. Здесь все очень просто. Теперь давайте посмотрим на остальные пункты меню. Какие у нас еще есть. Значит, следующий пункт меню – это «Экипаж». Очень важный пункт, который позволяет вам, помимо того, что зарабатывать просто на выполнении их заданий, но еще и зарабатывать с приглашенных вами друзей. Здесь есть реферальная ссылка. Нажимаете. Реферальная ссылка бывает двух видов – стандартная и авторская. В чем их отличие? Стандартная – это просто вот такого вот типа ссылка с набором каких-то непонятных цифр. А авторская ссылка вместо вот этих вот цифр можно что-то свое придумать. Для чего она нужна? Вы отправляете эту ссылку своим друзьям. Друзья регистрируются в роботе. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что регистрация в нашем роботе доступна только по ссылке реферальной. То есть просто так здесь прийти и зарегистрироваться не получится. Вас обязательно кто-то должен пригласить. Ваш друг регистрируется, и вы получаете потом от выполненных им заданий небольшой процент. Три процента там приблизительно, может чуть больше. Что самое интересное, то что если ваш друг пригласит тоже друга, то вы и с него будете получать. А если тот друг пригласит еще друга, то из него и так в глубину до 10 линий. Так, ну я думаю, здесь все понятно. Переходим назад. Следующий пункт. Моя команда. Здесь вот как раз таки можно и посмотреть вот эти 10 уровней. Вот они. На каком уровне сколько партнеров находится. То есть с каждого человека, который выполнил задание с этих 10 уровней, вы получаете вот этот небольшой процент. Идем дальше. Личная статистика. Ну здесь вообще все очень просто. Это ваша личная статистика. Сколько у вас партнеров, сколько заработали вы сами. И доход от партнеров, который у вас идет. Также есть общая статистика. Это статистика абсолютно по всему боту. То есть по всем участникам. Здесь количество участников всего в боте. Сколько заработали всего участники. И сколько вывели. На самом деле вот эта личная статистика и общая статистика будет присылаться вам каждый день утром. Поэтому не обязательно даже заходить ее запрашивать, а просто с утра заходить в бота и ознакомливаться с успехами как вашими, так и робота в целом. Итак, давайте перейдем на следующий пункт меню. Твой кошелек. Ну, название говорящая. Само за себя говорит. Здесь можно посмотреть какой баланс. Кстати, вот здесь вот надо быть очень внимательным, потому что баланс обновляется в течение пяти часов. То есть если вы выполнили задание и обнаружили, что токены к вам еще не пришли, не надо бить панику, они обязательно придут, но через некоторое время. Так что, ребят, не паникуйте, а просто чуть-чуть подождите. Ожидание. Что такое токены в ожидании? Это те токены, которые попадают сюда тогда, когда вы соглашаетесь с выполнением какого-либо задания. Вот эта сумма, которая платится за задание, она резервируется и попадает сюда к вам в ожидание. Если вы выполнили все задания успешно, то эта сумма переходит на баланс. Если же какое-то из этих заданий у вас не выполнено, то, собственно говоря, вот эта сумма здесь и зависает. И здесь как раз есть ссылочка о том, что надо перейти в задание, в работе и там посмотреть. Там вы увидите как раз то задание, которое зависло и не позволяет вам отсюда списать эту сумму, выполнить его, и сумма перейдет к вам на баланс. Пополнить баланс у нас пока не работает. Ну и вывести средства. Кстати, можно сейчас попробовать вывести все средства. Давайте вот это все и выведем. Все, заказ средств на вывод успешно оформлен. Подтверждение происходит по-разному, так как оно у нас пока вручную обрабатывается. То есть как только администратор зафиксирует вывод и подтвердят его, так они поступят. Итак, вот, подтвердился вывод. Поздравляю, хозяин. Я отправил твои 17 РКТ-8 наибыстрейшим рейсом на твой кошелет. Все, эти деньги пришли нам на биржу. Итак, едем дальше на главную. И у нас остается последний пункт настройки. Переходим в него. Так что мы здесь видим? Персональные данные. Ну, в основном они заполняются при регистрации. Тут указывается имя, логин, пароль, e-mail, город, пол. А для чего все это надо? Вот объясню. Значит, логин нужен для того, чтобы служба поддержки в случае каких-либо проблем как-то вас опознала, как логин, так и e-mail. В будущем мы интегрируем бота с сайтом, и на сайте будет личный кабинет, в котором вы, собственно говоря, вот этот логин или e-mail и пароль можете использовать для входа и рассматривать более детальную информацию, связанную с вашими друзьями, партнерами, выполненными заданиями. То есть будет более глубокая статистика, так скажем. «Город» и «Пол». Ну, собственно говоря, здесь все понятно, ничего такого особенного нет. Так, давайте перейдем назад. Следующий пункт – социальные сети. Ну, поскольку мы с вами уже подключили социальные сети, то повторно делать не надо. Но если вдруг требуется переподключить или подключить другую социальную сеть, то, пожалуйста, вы можете всегда здесь это сделать. Вот, кстати, смотрите, видите пропало меню. Очень частый вопрос, почему у меня пропало меню и как его вызвать. Вот есть вот такие четыре квадратика, но если вдруг по какой-то причине у вас их нету, то просто делайте так и выбираете «Старт». Все, вот вы попадаете сразу же в основной меню. Так, дальше у нас идут уведомления. Ну, здесь вы выбираете, какие уведомления хотите, чтобы робот вам отправлял, какие не хотите. То есть есть новые пользователи, зарегистрировавшиеся по вашей реферальной ссылке, вознаграждение, новые задания, доход от ваших партнеров, статистика личная и статистика общая. Тоже, в принципе, ничего сложного здесь нет. Ну и последний пункт в меню – это кошелек. Тут вы указываете ваш WAVS-адрес, на который как раз-таки при выводе будут зачисляться вам токены. А откуда взять этот адрес? Здесь как раз-таки есть ссылка на обзор Викина, как создать этот самый адрес. Ребята, хочу обратить ваше внимание, что от любой биржи адрес не подойдет, а нужен именно от биржи DEX WAVS. То есть, именно от нее вот этот адрес кошелька вам нужен. Как его сделать? Еще раз вот по этой ссылке. Возвращаемся на главное. Вот, собственно, и все. В выполнении задания нет ничего сложного. Делается все элементарно. Но если вдруг какие-то сложности есть, то заходите в наш чат «Космодром». Там мы разбираем самые популярные проблемы и ведем поддержку пользователей. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо. Всем пока. Ну и так, просмотрели мы это видео. Кстати, как раз это нам и пригодилось. Потому что все то же самое, что было в этом видео, я, соответственно, хотел вам рассказать. В принципе, сейчас мне рассказывать не о чем. Все за меня, соответственно, сделали создатели. Это робота РКТ. Единственное, что я понял, ну и вы должны понять, что можно приглашать людей и, оказывается, зарабатывать еще и с этого. И даже с их рефералов и последующих, и последующих. Ну а слева видео будет с обзором участков моего СНТ, которые я продаю. Из каждого вы можете также заработать 50 тысяч рублей, как посредник в реализации. Справа в верхнем углу вы видите плейлист, где более 100 видео с проектами, в которых я принимаю участие и вам рекомендую. Ну и подпишитесь на канал, поставьте лайк, ему была полезная информация. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий проект. До новых встреч!